Привет, ковбой! Меня зовут Ивой Сребус и для вас у меня просто невероятная новость по Ведьмаку. Голливудские толстосумы очинулись и планируют сделать вторую экранизацию по знаменитой ведьмачьей саге Сапковского. Я даже не знал об этом, но случайно наткнулся на новость в интернете. Я был просто в шоке. Это потрясающая, захватывающая и неповторимая новость. По Ведьмаку планируется новая экранизация для большого кино. Ну, кто еще не понял. Для киноленты уже найдены продюсеры, издатели, сценарий вовсю пишется, а актерский состав подбирается. Некоторые интернет-порталы уже вовсю ставят ставки на того, кто мог бы сыграть Геральта. Вы только посмотрите на эту подборку. Некоторых из них хоть сейчас на экран, выпуская на роль Геральта. Во многом выбор актера, конечно же, будет зависеть от сценария и временного периода, который будет охвачен в нем. Более молодого Геральта может сыграть Тайлор Китч. Лично я его помню по фильму Джон Картер или сериалу Настоящий детектив. А вот взрослого может сыграть, например, Мэтс Миккельсон. У этого актера очень харизматичная запоминающаяся внешность. Он вам может быть известен по фильму Казино Рояль или последнему сериалу Ганнибал. Хотя мне больше нравится Вига Мортесен. Привет, Арагорн. Мне кажется, он очень неплохо бы отыграл необычный характер и жизненные ценности Геральта. Но давайте я расскажу вам немного об этом фильме. Во-первых, его официально еще не анонсировали. Точнее, я такой анонс найти не смог. Потому, как бы это ни было грустно, новость может быть фейком. Во-вторых, бюджет картины насчитывает всего 30 миллионов. И если быть откровенным, то картина получается малобюджетная. А значит и о знаменитом актерском составе можно забыть. Зато открыта дорога молодым и малоизвестным актерам, которые будут выкладываться на 100%, чтобы показать себя и сделать фильм хорошим. Такой бюджет также объясняет ситуацию с отсутствием анонса, тизера и так далее. Ведь лишнего бюджета на рекламу просто нет. В-третьих, сценарий пишет Таня Джон. Например, именно она писала сценарий к сериалам Эврика и Грим. Хотя я и не смотрел данные сериалы, но о Гриме наслышан в положительном ключе. Как минимум, сценарий она пишет не первый год, а значит, как минимум, есть определенный опыт. А вот режиссером будет Томек Богинский. Он режиссировал вступительные трейлеры к первому и второму Ведьмаку, что намекает на его понимание вселенной и вселяет определенную надежду. А также он является номинантом на Оскар за картину «Кафедральный собор», что, опять-таки, так или иначе доказывает его профессионализм. Для начала уже не очень плохо. В-четвертых, сюжет не будет затрагивать ни историю книг, ни историю игры, и даже CD Projekt к фильму отношения не имеют никакого. Вот вам цитата. Создатели картин уверяют, что даже учитывая похожесть игры и фильма, практически ничего общего между ними не будет. Сюжет будет совершенно новый, с новыми действующими лицами и историями. Хотя и добавляют, что по стилистике могут присматриваться к игре. Пересказывать уже известные истории, конечно, не всегда хорошо. И, например, снимать фильм по игре с тем же сюжетом я бы опасался. Но вот книги. Книга, по сути, это сценарий, который нужно лишь адаптировать. Я не хочу никого обижать, но сценаристы не совсем писатели. Да и зачем придумать что-то совсем уж новое, если есть большая база из книг? Хотя, возможно, есть некоторые проблемы с правами. Все истории мы ведь не знаем. Ну и в-пятых, анонса нет. Съемки еще даже не начались. Актерский состав только-только подбирается, а сценарий только-только дописывается. То есть, я думаю, что сам фильм мы увидим не раньше, чем через 2-3, а то и 4 года. То есть, в 2020. Но уже в 2017 мы вполне можем увидеть первый тизер. Или хотя бы официальное подтверждение старта съемок. Что же я думаю об этом всем? Пока море сомнений. Я на самом деле не люблю ждать, не люблю смотреть трейлеры. Мне самого факта, что фильм делается и будет когда-нибудь выпущен достаточно, чтобы запомнить это и сходить в кино. Более того, я уже готовлю себя к разочарованию. Фильм не связан с игрой, с книгами. А значит, либо прошлое и молодость Геральта, либо послеигровое будущее и старость, что не утешает. О самом плохом, альтернативной реальности, я даже думать не хочу. В любом случае, фильм не обойдется без нововведений и субъективного взгляда на ведьмачье ремесло со стороны сценариста и режиссера. А как часто бывает, зрители-фанаты смотрят в одну сторону, а независимый режиссер в другую. Хм, меня послушаешь, так все ужасно плохо. Нет. В глубине души надеюсь на как минимум хороший исход, интересную историю и занимательную картинку. А как максимум, конечно же, на успешный старт трилогии. Не могу сказать, что я буду держать руку на пульсе по этому вопросу, но если мне на глаза попадется немного новой информации, то я в том или ином виде ее до вас донесу. Например, через группу ВКонтакте, на которую вы всегда можете подписаться, чтобы ничего не пропустить. Ссылка, конечно же, в описании под видео. А героем этого видео стал Алексей Ковалев. Надеюсь, я удивил тебя новостью про съемки фильма. Спасибо ему за помощь каналу, ссылка на его профиль в ВК в описании под видео. Чувак явно любит и играет Ведьмака. Так что, кто хочет обсудить с ним эту игру, можете не благодарить за нового друга. Напоминаю, что каждый желающий может помочь моему каналу и стать героем нового видео. Подробнее в описании. А на этом все, ребята. Видео заслужило лайка и подписки на канал. Напишите в комментариях, что вы думаете об этой новости, ждете ли экранизацию и о чем бы хотели увидеть сюжет фильма. А я пошел делать новый ролик по Ведьмаку, увидимся в нем. А на этом пока, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok